Оренбургский караван-сарай Оренбургский караван-сарай историко-архитектурный комплекс был построен с 1837 по 1846 годы и состоит из Башкирского народного дома и мечети. Проект архитектора Александра Брюлова находится на проспекте Паркун, названном так в 1937 году. Название отражает соседство с тремя парками – парк Тополя, сквер имени 4 апреля, железнодорожный парк имени Ленина. В 1952 году по 1961 носил название Сталина. Сквер 4 апреля расположен в историческом центре города в районе Дома Советов. В наши дни он ограничен улицами 9 января, Постниково и Парковым проспектом. В XIX веке его заложили как соборный сад. Своё название и статус объект получил уже в годы советской власти. Согласно исторической хронике, в ночь с 3 на 4 апреля 1918 года прилилось немало крови. В ту ночь на Оренбург напал отряд белогвардейцев-дутовцев под командованием полковника Корчакова и войскового старшины Лукина. Бои шли сразу в нескольких местах. В результате боевых действий им удалось захватить вокзал, а также прорваться к Хлебному переулку, где размещались губ исполком и штаб Красной Гвардии. Бой в городе шёл порядка пяти часов. Через два дня хоронили жертв набега. Их насчитали 128 человек. Это красногвардейцы, солдаты, матросы, женщины и дети. В 2008 году в сквере 4 апреля открыли архитектурно-скульптурный ансамбль. В него вошли аллеи героев, городская доска почёта, монумент «Добрый ангел мира». Памятник татарскому поэту, герою Советского Союза, Мусе Джалилю. 22 апреля 1963 года состоялось открытие памятника Владимиру Ильичу Ленину у Дома Советов. 13-метровый гранитный памятник Ленину является прекрасным образцом монументального искусства и сочетается с архитектурным ансамблем Дома Советов. Русская православная старообрядческая церковь, город Террибург, переулок Матросский, 18-м. Год постройки – вторая половина XIX века. Кирпичный старообрядческий молитвенный дом. Передан старообрядческой общине в 1892 году. После 1905 года перестроен, закрыт в 1931 году. В 1993-м возвращен в старообрядческой общине Белокреницкого Согласия. Улица Советская в Оренбурге – это местный Арбат, своеобразный музей под открытым небом, длиной 3 км, пересекающий город по центру с севера на юг, между набережной и улицей Ташкентской. Южная часть со стороны побережья реки Урал от Беловки до пересечения с улицы Володарского является пешеходной зоной длиной 1450 метров. Исторически на этой центральной улице располагались важные организации государственного значения, учебные заведения и имение знаковых фигур своего времени. Горожане и туристы с удовольствием прогуливаются по Советской, заходят в скверы, примыкающие к улице, любуются фонтанами, памятниками и современными арт-объектами. Ленинский сквер расположен в самом центре исторического Оренбурга, на пересечении улиц Советской и Ленинской. Другой интересной малой архитектурной формой в сквере является небольшая беседка-ротонда, установленная в его южной части, выставленная в стиле классицизма. Изящная белая беседка была возведена в 1837 году по проекту архитектора Алфеева. В ее центре установлена бывшая фонтанная скульптура, изображающая девушку с кувшином и детьми. Сразу за сквером притянулся длинный фасад красивого здания, построенного в начале XIX века в стиле русского классицизма. В то время здание занимала городская дума. С 1962 года здесь расположены коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств. Никольский храм был основан в 1883 году. Причиной закладки кирпичного здания храма был пожар деревянных построек казачьей станицы с ее фортом, крепостью, отсюда название региона – Форштадт. Улица Чкалова возникла как Большая улица, конец XVIII века, в историческом районе Форштадт Оренбургской крепости. Далее Атаманская улица, 80-е годы XIX века, Малосоветская улица в 1926 году. Названа в честь Валерия Павловича Чкалова в 1938 году.